С вами опять Сайфудинов Руслан и я адвокат. Сегодня мы продолжим обсуждать тему семейственности и обсудим завещание, как еще одна и крайняя форма сохранения семейственности. Большой стол, шумная компания, музыка, смех детей, престарелые родители во главе стола, улыбка не сходит с их лиц, душа радуется, что создана большая семья и она дружная. Но что бывает, когда один член семьи умирает и после него остается много имущества, а еще хуже – мало имущества, дружба членов семьи распадается, начинается дележка, суды, семейные узы утрачиваются навсегда. Это можно избежать, составив завещание. Оно может быть открытым или закрытым. Открытое – это завещание, содержание которого известно наследникам еще при жизни наследодателя. Но тогда есть риск того, что ваша жизнь превратится в ожидание налета чаек. Будущие наследники будут налетать, кричать, гадить и улетать. Некомфортная обстановочка. Закрытое завещание – это неизвестность для наследников и о существовании завещания, и о его содержании. Это способ сохранения семейственности. Описав с учетом требований законодательства свою волю, вы можете объяснить дополнительно ее. Нотариус провозглашает. Дорогие мои родные, не ссорьтесь из-за наследства. Я кровью и потом зарабатывал свое имущество, и поэтому делю его по своему разумению. И если вы недовольны моим посмертным решением, то не обижайтесь друг на друга. Вы можете обижаться на меня, если хотите, а мне уже все равно. Ваш дедушка. Спасибо. Спасибо.